От авиаударов сирийских и российских ВВС по Алеппо погибли минимум 140 человек, половина из них дети. Оставшиеся в городе больницы переполнены. Очевидцы говорят, раненые умирали на полу лечебниц, не хватает сотрудников. А с этой его союзниками уничтожили три центра помощи, которые используют волонтеры местной организации «Белые шлемы». На эстреноседании Совбеза ООН по обострению ситуации в Сирии постпредс США Саманта Пауэр заявила, погибших может быть больше. Спасатели могут не успеть достать всех выживших из-под завалов. Также она заявила, действия режима и его союзников – это варварство. Россия вместе с режимом Асада бомбардирует гуманитарные конвои и лекарни. Безперечно, Россия ответит, что ее атаки имеют на метре борьбы с терроризмом, и что люди, которые гинут – их публичности. Это абсурд. Посмотрите на факты. За первую неделю атаки на Схидное Алеппо Россия обстреляла три из четырех баз наших волонтеров. Аналитики предполагают, что эти атаки предшествуют началу штурма восточной части Алеппо. Войска Асада намерены полностью уничтожить оппозиционные силы. Глава МИД Франции Жан-Марк Эро предостерег Россию и других союзников Асада от соучастия в преступлениях режима. Он заявил, руководство Сирии выбрало путь военной эскалации, и если его союзники не положат этому конец, то станут соучастниками преступлений в Алеппо. 70 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в четыре осажденных города в Сирии. В Международном комитете Красного Креста сообщили, что это произошло впервые за последние шесть месяцев. По данным гуманитарных организаций, помощь прибыла в Мадаю и Забадане возле Дамаска, а также в деревни Альфую и Кефраю в провинции Идлиб на северо-востоке страны. В Мадае, расположенной у границы с Ливаном, живет около 40 тысяч человек. Она находится в осаде правительственных войск уже полгода. В Забадане сейчас живет около тысячи человек. В Кефрае и Альфуе, по оценкам ООН, около 20 тысяч человек. Они окружены с апреля 2015 года. Доставку гуманитарной помощи в Сирию возобновили на прошлой неделе в четверг. До этого в течение 48 часов грузовики с продуктами питания и предметами первой необходимости не могли выехать к пунктам назначения. После авиаудара по гуманитарному конвою из 30 грузовиков проверяли безопасность их маршрутов. За сутки в зоне АТО ни один украинской военной не погиб, два ранены. В штабе говорят, активность боевиков на всех направлениях существенно снизилась. На Луганском два обстрела с использованием легкого вооружения и противотанкового ракетного комплекса. На Донецком направлении боевики открывали огонь в Авдеевке и Верхнеторецком, использовали минометы разных калибров, выпустили больше 50 мин. Мариупольский участок раньше был одним из лидеров по провокациям со стороны противника, а за минувшие сутки было только три обстрела с использованием легкого вооружения. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демобилизации шестой волны военнослужащих. Таким образом, все они смогут вернуться домой уже до конца октября. Президент отметил, это станет очередным шагом к переходу на профессиональную армию по контракту. Взрыв в Венгрии был направлен против полицейских. Он прогремел в выходные. О цели взрыва сообщил начальник главного комиссариата полиции страны. Самодельное устройство сработало после 10 часов вечера на площади Октагон. Двое патрульных получили ранения. По мнению правоохранителей, злоумышленник знал, что полицейские постоянно патрулируют этот оживленный район столицы. Но на иностранной террористической группировке подозрение пока не падает. Тем не менее, полностью эту версию полиция не исключает. В связи с инцидентом правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Полиция дала описание подозреваемого. Это мужчина от 20 до 25 лет. По словам свидетелей, он был в синих джинсах и головного уборя. О его национальности ничего не сообщается. Граждан Венгрии просят оказать помощь в поимке злоумышленника. Пострадавшим во время взрыва полицейским сделали операции. Женщина находится в критическом состоянии, ее коллега в стабильном. В Днепре простились с погибшими патрульными полицейскими Ольгой Макаренко и Артемом Кутушевым. Проводить их в последний путь пришли тысячи жителей города, представители руководства МВД, города, области и генпрокуратуры. Сегодня в городе объявлен день траура. На месте гибели полицейских установят памятный знак. Советник главы МВД Антон Герашенко рассказал, семьям погибших выплатят единовременное пособие, 725 тысяч гривен, купят и жилье. Напомним, у Ольги Макаренко осталось два сына. Дочери Артема Кутушева в день гибели исполнилось три года. Подозреваемого в убийстве задержали в тот же день. В ближайшее время он даст первые показания. Подозреваемому в убийстве двух патрульных полицейских в Днепре грозит пожизненное заключение. Об этом сообщила пресс-секретарь Днепропетровской прокуратуры Александра Сараева. Она отметила, открыты три уголовных производства, которые в совокупности дают право обвинению требовать высшей меры наказания. Сегодня в стокгольмском арбитраже начались слушания по иску Нафтогаза Украины к российскому Газпрому. Как ожидается, решение суд вынеси в начале будущего года. Напомним, Нафтогаз подал против Газпрома несколько исков о поставке газа в Украину и его транзите по соглашению 2009 года. Общая сумма претензий к российскому монополисту превышает 26,5 миллиардов долларов. Украинское правительство согласовало цену продажи Константиновской и Мигеевской гидроэлектростанции. Фонд госимущества выставит их на аукцион. Начальная цена одной ГЭС почти 14 миллиардов гривен, другой – 11 миллиардов. В фонде говорят, сейчас Мигеевская ГЭС не работает, и инвестор должен взять на себя обязательство запустить ее. Также покупатели должны сохранить профиль деятельности станции, беречь окружающую среду и соблюдать экологическую безопасность. Правительство Украины привлечет 25 миллиардов гривен иностранных инвестиций для ремонта и строительства дорог. Сделают это в течение ближайших двух лет. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман. К процессу привлекут международные финансовые организации. Гройсман напомнил, в проекте бюджета 2017 на эти цели выделено больше 14 миллиардов гривен. А потребности в финансировании в этом секторе составляют 35-40 миллиардов гривен. Австралийский штат Новый Южный Уэль страдает от наводнений. Уровень воды в реках продолжает подниматься из-за сильных ливней. Предписание об эвакуации получили около тысячи жителей городка Форбс. Он в пяти часах езды от Сиднея. Сильно пострадали около 50 жилых домов. Служба спасения получила больше 2300 звонков с призывами о помощи. «Первый этаж разрушен. Что тут поделаешь? Дом не застрахован. Это наш семейный дом, где мы вырастили детей. И наблюдать такое очень тяжело». Форбс с десятитысячным населением – крупный сельскохозяйственный центр. На него приходится четверть регионального ВВП. Затоплены поля, где выращивают крупнопассивные культуры и фрукты, а также выпасают скот. О размерах ущерба пока не сообщается. Уровень воды в местной реке поднялся на 10 метров 67 сантиметров. «Мы в восьми километрах на запад от центра Форбса. И у нас тут поток воды шириной метров 300. Он течет довольно быстро. Мы находились в изоляции часа 3-4». Сейчас дожди стихли, но уровень воды в реках будет высоким еще несколько дней. «Спейсикс» провела первое испытание своего двигателя «Раптор». Он, по задумке главы компании Илона Маска, доставит пилотируемый корабль к Марсу в 2024 году. Мощность метанового двигателя нового поколения втрое превосходит по мощности те, которые компания сейчас использует на ракетах-носителях «Фалкон-9». Более подробно о «Рапторе» и корабле «Красный дракон» Маск пообещал рассказать на Международной конференции по астронавтике в Мехико. Она начнется завтра. В размеренной и тихой швейцарской лазанне прошел уже второй красочный забег. «Мы хотим хорошо повеселиться». «И здорово выпачкаться». Участники начинают свой путь в белых футболках, но в разных точках пятикилометрового маршрута их осыпают разноцветным ярким порошком. Первый такой забег прошел в США четыре года назад. Идея так всем понравилась, что сейчас подобные мероприятия проводят уже в сорока с лишним странах, от Японии до Аргентины. Число участников тоже растет. В прошлом году в Лазани их было 10 тысяч. «В этом году у нас около 12 с половиной тысяч участников. Немного больше, чем в прошлом. А учитывая то, что все места на участие были выкуплены за месяц до мероприятия, это большой успех». Помимо повода хорошо повеселиться, у красочных забегов есть другая важная цель. Часть средств, заработанных на каждом из таких мероприятий, отдают местным благотворительным фондам. «Замечательная атмосфера, особенно что касается благой цели. Мы все вкладываем немного, это же несложно. И в то же время мы веселимся и тренируем тело». Участие в этом благотворительном забеге стоило от 40 до 50 долларов.